Всем привет! С вами Ютубер и это срочное включение, потому что такие новости ждать не могут. Софья Таюрская призналась, что встречается с Ильей Прусикиным. У тебя есть с ним роман? Вы встречаетесь? Да. Ставь лайк, если сейчас с облегчением сказал «Ну, наконец-то!» или «Я так и знал». Ну а мы накинем подробностей. В свежем интервью Ксении Собчак солистка Little Big ответила на вопрос, который так долго волновал фанатов группы. Точнее, сразу на два. Вторым был вот этот. Ну и почему вы столько времени это скрывали? Оказалось, что свои отношения пара скрывала не так уж долго. Чуть больше года. По словам Софьи, встречаться с коллегой по группе она начала в 2020-м, уже после официального развода Ильи и Иры Смелой. Девушка уточнила, что брак ребят распался еще в 2019-м, хотя открыто на многомиллионную аудиторию они заявили об этом только 31 августа 2020-го года. Мы, к сожалению, разводимся. Впрочем, та же Ксения Собчак еще во время своего интервью с Little Big уже заподозрила что-то неладное. Мы вышли с моим режиссером, и я уже говорю, что мне кажется, что-то там что-то уже неладное. Да-да, ну я думаю, это чувствуется, это видно. Пара вела себя немного дерганно и отстраненно. Позже Ира призналась, что на тот момент решение о разводе уже было у ребят где-то на подкорке. Официальной причиной расставания Прусикиных стал плотный гастрольный и съемочный график группы, из-за которого Илья практически не виделся с семьей. Музыкант мог месяцами не появляться дома. За это время Ира привыкала жить одна, а пропасть между ними становилась все больше. Постепенно у пары практически не осталось общих интересов, и даже тем для разговора. И вот вы сидите, какой-то один из вечеров, и просто оба в телефоне. Им не было плохо от этого, и Ире. Поэтому отношения на расстоянии – это полное говно. Полное, да. Кто бы что ни говорил, это говно. Несмотря на то, что Ира и Илья объяснились перед поклонниками и даже уточнили, что расстаются друзьями, в сети мгновенно поползли слухи о том, что причиной разлада в семье стала вокалистка Little Big Софья Таюрская. Аккаунты девушки в соцсетях начали засыпать гневными комментариями, а журналисты стали активно смаковать грязные подробности из личной жизни звезд. Даже сама Ира после развода говорила, что Софья не имеет никакого отношения к их расставанию. Меня настолько заебала вот эта басня, эта сказка, эти выдумки подписчиков того, что вот они там ебались, вот у них было то, у них было это, посмотрите, они здесь то, пятое, десятое, что я уже думаю, ну как бы, ребят, ну серьезно. Но и это не помогло. Спустя год после всей шумихи Таюрская призналась, что в их ситуации правильного решения просто не существовало. Неважно, какой выбор сделали бы ребята, скрывать свои отношения или рассказать о них поклонникам, результат был бы одним и тем же. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все равно было бы то же самое абсолютно, как сейчас. Софья рассказала, что больше всего в истории с массовым хейтом обижало то, что из девушки сделали каноничную разлучницу, совершенно забыв, что она на тот момент уже семь лет как была в отношениях, планировала заводить детей и совершенно не собиралась уводить Илью из семьи. У меня были отношения серьезные. Ира с Ильичом приходили к нам в гости, к моему молодому человеку, мы общались, и все было честно. По словам Таюрской, их отношения с Ильичом начались внезапно, и еще год назад никто бы не поверил, что они могут стать парой, ведь на протяжении восьми лет их связывали исключительно дружеские чувства. Сами, мы сами очень долго сопротивлялись, потому что это как-то, ну, это для нас необычно, то, что мы вместе, но это факт, мы перестали сопротивляться, и все было честно. К тому же оказалось, что Илья первым расстался с Ирой, и только потом Софья ушла от своего молодого человека. При этом никто никому не изменял, и причины разлада в этих двух парах были совершенно разными. Но справедливости ради стоит заметить, что хейт-фанатов все-таки трудно назвать беспочвенным. Дело в том, что Софья и Ильич начали встречаться в августе 2020 года, и только 31 числа в сети появился ролик с объявлением о разводе с Ирой. До этого в интернете ходили разные слухи, но очевидно, что поклонники не могли точно знать о том, что происходило в семье ребят за последний год. Тем более, никто не знал, что расстались они задолго до этого момента, так что все выводы поклонников, в общем-то, были логичными. Так или иначе, кажется, в этой истории теперь поставлена точка. Софья, наконец, получила шанс оправдаться, а фанаты официальное подтверждение того, о чем, в общем-то, и так знали. Правда, говорить о том, что негатив к Таюрской у них после этого исчез рано. Судя по комментариям, вокалистку продолжают хейтить, а в ее рассказ о том, что не было никаких измен, по-прежнему мало кто верит. А что думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях. Ну и не забывайте про лайки, если выпуск вам понравился. Это был проект Ютубер. Увидимся в новых видео. Всем пока!